Соцсети пестрят кадрами жутких аварий на дорогах, но не всякий может вместо съемки кинуться спасать еще живых людей. Таких неравнодушных мало, но они есть. История одного тяжелого ДТП, свидетелем которого стал герой нашего следующего сюжета, расскажет Луиза Раджабова. Подробности аварии, из-за которой Савдула оказался на больничной койке, сам он не помнит. Нет, ничего не помню. В ту ночь трое друзей ехали по федеральной трассе и врезались в припаркованный на обочине грузовик. Их машину сплющило, как консервную банку. В живых остались чудом. Врачи предполагают, водитель заснул за рулем. Теперь путь к выздоровлению для пострадавших только начинается. У Шавруханова у нас был разрыв селезенки, и учитывая разрыв брыжейки, плюс черепно-мозговая травма с открытыми множественными ссадиями, с дефектами мягкой ткани головы. После операции он себя чувствовал, как и положено тяжестью такой перенесенной операции, с всей травмой. В общем, больной идет медленно, постепенно, но уверенно на поправку. Для Руслана трасса привычная дорога с работы домой. Невольно став свидетелем перевернутого автомобиля, он обнаружил молодых людей, которые пытались выбраться из машины. Среди них был и Савдула. Оттащить ребят на безопасное расстояние было крайне важно. Из багажника шел газ. Но багажник открыть мы не могли. Машина была деформирована, из-за этого ничего не открывалось, ни двери, ничего. И в этот момент я увидел, что, услышал, что человек подает какие-то знаки, голоса, которые зажат под машиной, он был жив. Сперва мне показалось, что это уже, как бы, человек не живой. Я решил, что нужно машину перевернуть, как бы, да, и мы хотели перевернуть, но был риск того, что машина может взорваться. Я тогда начал выкрикивать, у кого есть огнетушитель. И вспомнил, что у меня у самого машины есть огнетушитель. Именно на дорогах федерального значения последнее время происходят самые страшные аварии. Чаще всего виной выступает человеческий фактор. Езда не в трезвом состоянии, превышение скорости, усталость и, как следствие, заснул за рулем. Савдуле и друзьям повезло. Рядом оказались люди, которые поспешили на помощь. Однако, так бывает не всегда. Вот я осторожен на дорогах. Вот чем могу сказать и всё. Луиза Раджабова, Нурмагомед Магомедов. Новости Нанте. Махачкала.